Всем здравствуйте! Послание для вас от высших сил. Что вам передадут? Что вам нужно услышать? Давайте для начала о вас. Кто меня сейчас смотрит? Кто вы? Какая вы? Кто-то из вас подсолнухи любит? Солнечный вы такой человек, солнечный, открытый, любвеобильный. Работящий вы человек. Работящие, любящие, открытые. Такие вот. По жизни помогаторы. Жертвы. Это жертвы по жизни. Жертвы по жизни. Которые пострадали от людей. Вам всю жизнь приходилось как на грани. У вас жизнь вот так вот проходила, вам всегда проходилось как идти на грани лезвия. По грани, как это говорится, по лезвию, ножа. Постоянно у вас какие-то проблемы были в жизни, опасные ситуации, какие-то горести, потери, несчастья. Все вот вам как-то приходилось вот этот баланс держать, чтобы не упасть, не свалиться куда-то во враг, куда-то вот, не скатиться по наклонной, да, вот. Чтоб руки не опустить. Вот такое какое-то у вас состояние всю жизнь было. Приходилось маневрировать, чтобы не утонуть, не пойти ко дну. Как-то вот, чтоб на плаву держаться. Всегда вот такое у вас было, что вот-вот сейчас, ну все, вот, я больше не могу, да. Кажется, вот-вот уже руки опустятся, все, я больше не могу, я ничего с этим делать, я не справляюсь, да, вот так вот. Я не справляюсь, но вы всегда находили в себе силы идти дальше. Всегда находили силы вот как-то решать свои проблемы. Вот такое состояние. Почему-то, как всегда, вам, вот, всю жизнь вам приходилось бороться за себя, за свою жизнь, за какие-то свои права, за свои интересы, да, за свое мнение. Вот как будто бы вам всегда приходилось вот так от людей защищаться. Тут как с ножом вы, как защищаете себя, вот держите этот меч от людей. Почему так, а почему так? Как с мельницами боролись, боролись какими-то мельницами. Сердце, а, сердце вам разбил. А, то есть это как впустую все было, то, что вы там защищались от людей, боролись как-то, да, доказывали свою правоту, это все впустую было, то есть как ветряные мельницы. Вы боролись с ветряными мельницами, а сердце у вас было разбитое, разочарованное. Наколка тут у кого-то есть, наколка, ангелочек, или сердце. Сердце у кого-то, наколка есть, ангелочек. Зависимость у кого-то была, курение. У кого это курение, зависимость показывают. Послание для вас. Послание для вас от высших сил. Что вам нужно услышать? Прямо здесь и прямо сейчас. Важная информация покажите. Успокаивают, что не плачь. Три старших аркана. Звезда, луна. Вас есть, говорят, вот вам высшие силы, говорят послание для вас. Вас есть вот эта божественная искра. Кто-то из вас маг. Магическими какими-то способностями вы владеете. В принципе, вот все эзотерические, околоэзотерические науки. Астрология, нумерология. Планетами интересуетесь. Да, ну это астрология. Рунами, обрядами. Сюда же вот молитвы, если речь идет о христианском эгрегоре. Может быть, кто-то из вас сейчас смотрит, у вас мусульманский эгрегор. Также вы хороший специалист в плане вот таких вот тайных знаний, что называется, тайные знания. Это все специальности, которые связаны с законами. Юриспруденция, налоговая, бухгалтерия, бухучет, психология. Преподавание. Это все вот тайные знания относятся к разряду тайных знаний. Доктор, доктор, медицина. Там разные направления. Или вы медсестра, или вы массажист, или вы доктор. Разные направления в медицине. Ну вы почему-то говорят, что вы себя жертву делаете. Зачем ты себя делаешь жертву осознанно, жертвишь. Да, вот подстраиваешься, угождаешь другим людям. Ты сама из себя жертву делаешь. Это не люди дураки, люди не виноваты. А люди что? Люди в своем большинстве эгоисты. И люди в большинстве своем быстро привыкают к хорошему. И уже считают, что это так и должно быть. Люди в своем большинстве очень мало есть, которые благодарны. Ну и вообще, если ты делаешь какое-то добро, и ты ждешь от этого благодарности, ну это какое-то такое добро. Двуличие, да, это. А если ты сделала от чистого сердца добро, так ты забудь про этот свой поступок. И все. Отблагодари человека. О, как приятно. Я не ожидала. Нет, ну и нет. Все. Мне не важно, отблагодарили или нет. Я хотела помочь от чистого сердца. Все. А когда ты делаешь добро, потом ожидаешь от него какой-то отдачи, так ты определись, ты хочешь получить благодарности, чтобы тебя восхваляли, или ты просто хочешь действительно помочь человеку. Это же разные вещи. А то вот, говорят, ты себя в жертву ставишь. Жертвуешь собой, своими интересами. Потом вот обижаешься. Не надо себя собой жертвить. Вы знаете, когда я перестала помогать людям, ну на то время денег у меня не было, деньгами я не помогала. Ну я как помогала? Выслушивала-то, советы раздавала тоже налево и направо. Вот до 30 лет я такая вот была тоже задротка. До 30 лет. Пока меня Бог не научил, не показал мне, что я сама виновата. Нехер сидеть вот это, выслушивать, а советы раздавать. Займись своей жизнью, девочка моя. Вот так вот мне Бог сказал. И вот когда я перестала это делать, вы знаете, волшебным образом у меня в жизни стало все налаживаться. Конечно, есть какие-то неурядицы, какие-то возникают задачки. Но это все решается. Это все решаемо и решаемо, в общем-то. Как-то у меня в жизни стало, ну вот лучше, лучше стала я жить, вот чем тогда, когда я всем вот помогала. Она раздавала свою энергию, вот эту божественную, вот этот свой потенциал, время свое тратила на других людей, вместо того, чтобы потратить свое время на свою жизнь. Ты реши свои проблемы. А я вот на свои проблемы плевала, а это все вот собиралось с нежным комом, и потом вот выходили какие-то уже невозможно было это решить. Сейчас я очень осторожно отношусь, вот в плане того, чтобы кому-то помочь. Даже вот когда ко мне человек обращается за деньги, просит, чтобы я помогла, я очень хорошо думаю, а надо ли этому человеку помогать. Потому что я знаю, что в первую очередь я получу по шапке, вот оттуда. Чего ты вмешиваешься? Зачем ты лезешь? У нас на этого человека есть планы. Он должен свои задачки пройти, порешать свои проблемы сам. Чего ты туда лезешь? Я очень сейчас осторожно к этому отношусь в плане помощи, даже за деньги. Потому что я знаю, что в первую очередь я получу. А оно мне надо? Нет, не надо. Вот вам тоже говорят. Чего ты лезешь? Не лезь. Да займись своей жизнью. У тебя есть божественная искра, вот эта вот, да? Ты можешь действительно помогать. Да, у вас есть вот этот талант, способность помогать людям. Как бы это даже миссия ваша. Но сделай вот этот свой талант профессией, да? Помогай людям только на основании профессии. На официальном основании. Да, вот и получи специальность. И тогда уже на этом основании помогай людям. А так просто вот налево-направо этого не надо делать. Еще какое послание. У вас могут быть и защита, и от высших сил, и, скажем так, вот от темных сил. Но опять же, как я постоянно говорю, тут в этом плохого ничего нет. Ну и как другие тоже эзотерики-терологи говорят. Важно, в каком русле ты используешь свой талант, свою силу. Куда это вы смотрите вдаль? Море или река, озеро? Вдаль вы смотрите. Хотите куда-то переехать? Или уехать куда-то хотите? В принципе, какие-то у вас есть вот цели. Цели, что касается вот своей жизни или карьеру сделать, чего-то добиться. Вы чего-то хотите добиться, если вот так в общем и целом. А если конкретно, вот в плане переезда вы тут смотрите. Говорят вам, вы готовы к любви. Ты готова к любви. У тебя уже вот эта чаша, из этой чаши чувства выливаются. Готова к любви встреча с мужчиной? Что открой свое сердце. Или вы действительно, вот еще раз, что вы должны открыть свое сердце людям и помогать людям. Не закрывайся в себе. Делись своей любовью вот этой, которая у тебя есть. Да, в любом случае, как бы там ни было, все равно на твоем пути будут встречаться люди, которые тебя как-то обосрут. Это всегда, так всегда было и будет. Найдется какой-то человек, который, вот его взбесит и твоя хорошесть. Что ты вот такая вот хорошая, элементарно. Даже какая бы ты хорошая ни была, найдется какой-то один человек, который будет вас за это гнобить. Что вы такая хорошая, понимаете? Я когда начинала свой канал, вот сколько, два-два с половиной года назад, я была милейшая женщина, не материлась. Милейшая просто. На своих видео. И все равно какие-то твари находились, которые меня обсырали. Вот казалось бы, ну, я вот сижу, я вот там женщину вдохновляю, поддерживаю. Не говорю грубые, я тогда не говорила грубые такие вот слова, резкое такое, ничего не говорила. Такое что-то обидное, да. Милейшая женщина была. Все равно находились твари, которые меня таким говном поливали. Просто вот на чем свет стоит. Вот казалось бы, вот что я лично тебе и такого сделала. Я наоборот, вот как-то своим примером я вдохновляла. Ну, как бы я и сейчас это продолжаю делать. Ну, находились твари, которые меня обсырали. Хотя казалось бы, ну, в общем, вот так вот. Все равно какая бы ты хорошая ни была, найдутся один-два человека, которые тебя за твою хорошесть загнобят. Они видят, что ты вот такая вот, ты прекрасная женщина, в тебе свет есть. И даже вот это их, как бы, это их и взбесит. Потому что у них этого света нету. Поэтому тут бессмысленно от людей прятаться, скрываться, бояться общественного мнения, осуждения. Поэтому у кого из вас есть, вот мои дорогие, какие-то способности, таланты, будь какие, готовить вы умеете, вышиваете вы крестиком, рунами вы занимаетесь. Показывайте себя миру, делитесь своими знаниями, своими талантами, своей мудростью, миром. И отгоняйте от себя эти мысли, что ой, да сейчас только этих блогеров развелось, только этих ютуб-каналов, кто меня будет слушать? Кто-то да будет вас слушать. Ведь люди приходят на энергию. А у каждого из нас своя индивидуальная энергия, своя индивидуальная подача, да? Вот меня же кто-то смотрит, и много людей смотрит. Я за два года набрала в общей сложности по всем соцсетям 200 тысяч человек. 200 тысяч человек за два года. Я три года назад, я тоже смотрела определенных тарологов на ютубе. У меня тогда еще не было своего канала. Я тоже посмотрела тарологов разных, залипала. Потом, когда я открыла свой канал, я за два года набрала больше подписчиков, чем тех тарологов, которых я смотрела когда-то. Вы понимаете? За два года у меня больше подписчиков, чем у некоторых из них, которых я смотрела когда-то сама. И я на них смотрела и думала, вау, какая крутая, вообще какая-то крутая таролог. Вот я тоже так хочу. В итоге я набрала больше подписчиков, чем у нее даже, которую я считала крутой. Понимаете? А хотя у меня тоже были мысли, так кому я нужна столько этих тарологов, что я могу умного такого рассказать и сказать. Но мне Бог сказал, слушай, ты свой опыт, у тебя твой опыт, для чего? Вот ты в жизни столько всего пережила, для чего? Это что, вот так все просто зря? Это же не зря все? Так что давай, включай камеру и иди снимай. Рассказывай о себе, о своей жизни, что-то говори людям. Кому-то это пригодится и понадобится. Так же и про вас. Будь чем вы занимаетесь, какой-то у вас талант есть, делитесь этими талантами с миром. Своей мудростью, своими знаниями. Не прячьтесь от людей. Вот ко мне недавно приходила женщина, она рунами занимается. Причем она ни у кого не училась. Ей-то само пришло, вот так вот, руны. Она вот рунические ставы сама придумывает. Вот когда, там она говорит, дети у нее болеют, она прям на теле рисует рунические ставы, и они быстрее и легче выздоравливают. У меня руны не идут. У меня руны не идут. Хотя я покупала курс по рунической магии, у меня не получается с рунами. А к ней это само пришло. Вот у нее прям талант. У нее это предназначение, нужно вот этим заниматься. Когда ваше, оно к вам приходит само собой. Вам даже не нужно этому обучаться. Вот это и есть ваше предназначение. Вам говорят высшие силы, вот еще отшельник. Вы такая мудрая, опытная. А, кстати, вот как нужно прорабатывать своего отшельника? А отшельник, он же как? Естественное состояние отшельника, это вот это одиночество. Отшельник любит быть наедине. Он не любит какие-то скопления, компании его напрягают. Вот это естественное состояние отшельника. Его напрягают какие-то супермаркеты, где вот такое скопление людей. Он устает от этого. Компании какие-то. Поэтому прорабатывать своего отшельника нужно как? Наоборот, выходить в свет, не прятаться от людей, не прятаться. Учиться, потому что для отшельника он этого не умеет. И ему нужно учиться. Вот отшельник держит вот эту лампу свою. У него свет есть, знания. А ты не только себе подсвечивай, да? А ты еще другим людям дорогу подсвечивай вот этой своей лампой. Вот какое для вас послание. Подсвечивай дорогу другим людям. Неси вот этот свет своей мудрости, своих знаний, своего таланта. Ну, по отшельнику это тоже все вот эти вот психология, таро, эзотерика, руны по отшельнику. Отшельник это не про бизнес, в смысле не про торговлю. Это вот такие вот, где ты помогаешь, такие сферы, где именно помогаешь человеку. Опять же, это медицина, религия. Рот за тобой стоит. Рот за тобой стоит, говорят. Кто в Египет хочет поехать, мечтает пирамиды увидеть? Кто из вас мечтает поехать в Египет, увидеть пирамиды? Кто-то вы родились... Так, сейчас, подождите. Кто-то из вас вы в прошлых жизнях в Египте жили. Для вас вот эта вот, кстати, египетская магия для вас близка. Кто сейчас меня смотрит. Вот тоже, кстати, я вот вспомнила сейчас, женщина ко мне приходила. Ее именно тянуло вот в египетскую магию. Очень интересный случай был. Вам тут тоже говорят, вот кого-то из вас, вам нужно заниматься именно египетской магией. Там вот эта вот жрица смерти, да, как она, не помню, как она называется. Жрица смерти в магии. Поняли? Вот мне моя Тамарка Чайка подсказывает, что правильно. Кто-то из вас, вот нужно заниматься египетской магией, переехать в Египет. Вот у вас там, как будто бы, вот там ваша сила. Что ж, на этом я заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова